Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Я как-то полюбился, потому как очень такой импозантный тренер у испанских, у футбольного клуба Тираспольского появился и познакомиться у нас в ближайшие минут 45 есть, подробно об этом поговорить. Ну а дальше Мирослав представит, мой коллега. Добрый вечер, Александр Макаревский, как всегда, начинал. Особо добавить к этому спичу нечего, поэтому сразу к делу. Хуан Феррандо у нас сегодня в гостях. Хуан, добрый вечер. Начнем, наверное, с банального, но как бы то ни было, как вам у нас в Тирасполе, как идет адаптация, как вы себя чувствуете? Я очень доволен тем, что я в этом городе, что я в этом клубе, особенно тем, что в этом клубе есть интересный проект, чтобы вырасти, хорошие амбиции. Я абсолютно не боюсь, нет никакого страха, потому что, когда работал до сих пор в клубах и тренировал, когда клубы, да, то играл, у меня всегда было такое по жизни, что через трудности я понимал жизнь, я рос в жизни. Страх нет. Что за история с Сеском Фабригасом? Очень многие говорят, вы его тренировали, или тренером по физподготовке, я думаю, зрителям интересно. В то время, когда я работал в Барселоне, тренером по физподготовке, там был Фабригас, короче, с травмами, вот, и знал же меня, по моей хорошей славе, которую имел в Барселоне, как тренер по физподготовке, был представлен Арсеном Венгеру, да, и он пригласил меня в Арсенал, в команду, где я работал с двумя капитанами, с Фабригасом и... Робин Мамперси. Робин Мамперси. Последняя команда, вот перед тем, как вы пришли в Шериф, насколько я знаю, это было Малага, да? Да, в этот момент тренировал команду Малаги. Молодежную команду Малаги. Получается, что взрослая команда в роли тренера, это у вас в первой в карьере Шериф, да? В Каталонии я тренировал команду взрослых, но они были во втором дивизионе. Угу. Ясно. Расскажите, пожалуйста, как вообще возник вариант с Шерифом, кто на вас выходил, и как долго вы раздумывали о том, чтобы переехать из сильного, очень зарекомендовавшего себя испанского чемпионата в чемпионат Молдавии? Все знают, в моей стране очень сильный экономический кризис. Нет денег ни для преподавателей, ни для больниц. И спортивный мир тоже очень страдает в этом аспекте в Испании. В последнем клубе мне шесть месяцев не платили. Поэтому многие из моих товарищей, и я в том числе, вынуждены искать способ заработать на жизнь вне страны. Через представителя, который вошел в контакт с руководителями клуба, он мне сказал, что существует вариант такой с Молдавской лигой, что они будут играть в Европе. И спросили, готов ли я поехать сюда. Это было 14 июня. Принимая во внимание ту сложную экономическую ситуацию, в которой был Малаги, я не испугался и подумал, что это может быть вариантом. Насколько я знаю, в Малаге, по-моему, как раз со спонсорами сейчас вроде бы было все в порядке. Там, по-моему, арабские инвесторы были, если не ошибаюсь. Совсем недавно пришли в команду. Коррект, но если ты знаешь, что Малага не может соревноваться в Европе в течение двух лет. Потому что они заплатили то, что должны были заплатить. Дошло до того, что первая команда практически исчезла. Вообще странно слышать про кризис в Испании, когда Мадридский Реал буквально на днях побил все рекорды, купив Бейла за 100 миллионов. А вы говорите про кризис. Я могу объяснить это очень просто. Когда такой сильный кризис, то самые богатые становятся еще богаче, а бедные становятся еще беднее. В настоящее время в Испании только две команды, которые могут выдержать, соревноваться при этом кризисе. Мадрид, Реал Мадрид и Барселон. Большой отток этим летом испанских футболистов, особенно в английскую премьеру, связан именно с кризисом. Да, многие игроки и тренеры. Мы хотели бы работать в нашей стране. Но из-за ситуации в нашей стране мы должны были мигрировать. Хорошо, давайте перейдем потихонечку к Шерифу. Я думаю, что впервые в команде такой большой десант бразильских, испаноговорящих, португалоговорящих футболистов. Это была ваша идея пригласить такое большое количество бразильцев или она исходила от кого-то другого? Я думаю, что Шериф мог бы стать многонациональной командой. Но могу тебе заверить, что каждый из них, и я первый, мы чувствуем гордость за то, что мы в Шерифе. И что мы играем в Европе. И что в Европе могут сказать, что Шериф это большой клуб. Шериф именно дал нам большую вот эту возможность сыграть в Европе. И игроки все, и я очень благодарны Шерифу за это. У вас не возникает каких-то неудобств здесь с тем, что очень много бразильцев? Потому что в футбольном мире обычно говорят, что если бразильцев в команде больше четырех, то уже какие-то проблемы. Я не думаю, что это проблема, но то, что есть контраст в менталитете, да. Я даже, когда приехал первый день, меня поразила тишина в ресторане. Мне страшно было даже пользоваться приборами, чтобы шум был, да. Для меня это очень любопытная ситуация. Разный менталитет. И действительно, что менталитет бразильских менталитет очень похож на мой менталитет. Поэтому я думаю, что это не идет во вред. Потому что я ответственен за то, чтобы поменять этот менталитет там, где мы находимся. К той стране, где мы находимся, и к тому месту, где мы находимся, приспособить этот менталитет. Окей. Скажите, как сочетается бразильская эксцентричность? То есть они все живут не только на поле, но и вне поле. Например, с балканским или местным менталитетом, который более сдержанный в поведении. Вот в команде, как это сочетается? Это очень любопытная ситуация. Я разрешаю бразильским игрокам иметь свою форму понимания всего и свою форму жизни вне поля. И так же, как уважаю игроков молдавских, сербских. Но на поле мы ввели дисциплину. Может быть, другую дисциплину, не такую, как была при других тренерах-шерифах. Моя дисциплина – это соревнования между ними. Надо выигрывать все игры на тренировках. Это единственное, как мы можем соревноваться в Европе. Я не хочу молчаливых, серьезных игроков. И чтобы только выполняли один за другим приказы. Я хочу креативных игроков. Которые любили бы футбол. Которые бы отдавались футболу. Вот это вот, как мы можем пройти в нормальную Европу играть. Вы очень молодой тренер. У вас не ощущали когда-нибудь проблем каких-то в связи с этим? Может быть, что именно в силу возраста, некоторые игроки, ну почти что ваши ровесники. Может быть, где-то вам в какой-то эпизоде, может быть, не хватает еще авторитета. Как вы считаете? Или нет такого? Нет, чувствую себя очень уверенным. Потому что с игроками с первого дня я сказал, что я завоюю их уважение. Моими знаниями. И потому что я дам им возможность вырасти как футболиста. Вы чувствуете вот, ну, отдачу своего рода, что они теперь тоже как-то начинают вас по-другому воспринимать? Мне нравится, что когда я захожу в раздевалку и все настроены на 100%-процедуре. Потому что знают, что на каждой тренировке будут давать очень важную информацию. Индивидуально. И на общем уровне. И если они знают, что хотят вырасти в уровне сына и соревноваться на высоком уровне. Как в чемпионате в Молдавском, так и в Европе. То они должны будут принять то, что я их веду. Когда-нибудь вам приходилось уже применять, ну, не то чтобы силу, скажем так, но какие-то проявлять строгость какую-то, показывать, ну, скажем так, что вы именно главный тренер. Где-то приходилось принципиальность лишнюю такую показывать. Результат, когда у игроков много сомнений. Появляется. И я продолжал эту же линию с этой методикой. Продолжал точно так же ими руководить. Точно так же, как Болтову. И думаю, что понемножку это дает свои результаты. И показывает, что мы не ошиблись. И хорошая демократия на 100% заставляет работу игроков. Смотрите, вы сказали уже о своей методике. Мы, в принципе, тоже об этом хотим очень подробно поговорить. Насколько я знаю, у вас есть несколько научных трудов, которые вы защищали в Барселоне. По-моему, еще в каких-то городах испанских. Вот чуть поподробнее расскажите, что вы понимаете под своей методикой. Был ли у вас, может быть, кто-то учитель, кого вы продолжаете? Или у вас какая-то уникальная, лично разработанная? На самом деле, то, как я понимаю футбол, это действительно индивидуальное и мое личное. Но, конечно, здесь и влияние тренеров. Когда я был в Барселоне, я работал в Барселоне. То влияние гвардиолога. Райхард. В Малаге было влияние Пелегрини. В Арсенале влияние Арсенбенгер. В Брайтоне влияет Густаво Пойет. Но, в конце концов, просто человек создает свою собственную методику. И эта методика во мне постоянно растет, но я никогда не перестану учиться. Что мне только нужно, это ее совершенствовать постоянно. Для блага шерифа. Окей. Что для вас самое главное в вашей тренерской деятельности? Потому что вы как-то в одном из интервью сказали о том, что для вас не важно, то есть не на первом месте стоит физическая подготовка, а главное то, как футболисты двигают мяч, как футболисты быстро принимают решения и как много они играют вперед, если я правильно вас понял. Для меня, самое главное, тактическая база. Физическая, психологическая, техническая, физическая составляющая, психологическая, техническая, это все-таки дополняет тактику. Те пongo un ejemplo. Когда мы получили второй гол, когда мы получили во Евгодина, если вы посмотрите на записи, в себе, это игра плохо была сделана. Это 2-2, Юлиан и Иса, против двух защитников. И не решили это. Фу, это просто было решение уже Фернандо. И это было решение Фернандо. Фу, это было решение. И люди аплодируют гол. Но это не правильная была решение. Я, моим игрокам сказал одна вещь. Никогда не удовлетворяйтесь только результатом. Всегда смотрите, как мы его достигли. Это очень трудно объяснить игрокам, чтобы они на этом акцентировали. С моей точки зрения, я должен себя откорректировать, что когда забивают гол, то всегда идет большая тактическая ошибка. Пешич не помог в ситуации 2 против 2. Мира и Уильям не поняли ситуацию, как забить. Часто, когда команда получает гол в последние минуты, се entiende, что это проблема физическая. Но это не так. Я беру ответственность за матч против Загреб, потому что моих игроков не было достаточно владения мячом. А моя команда была готова к этому. Чтобы владеть мячом и контролировать его. Потому что президент платит футболистам. Не тем людям, которые бегают просто за мячом. И которые боятся получить мяч. Для меня, например, не важно, что забили гол. Но я должен забить в это время 3 гола. Это моя точка зрения. Я, насколько знаю, что только когда вы пришли, одна из первых тренировок, наши игроки были очень удивлены. Они пришли в раздевалку, и у каждого лежал индивидуальный листок с заданиями. Вы лично, оказывается, это правда или нет, что вы лично каждому игроку расписываете какой-то индивидуальный подход. Каждому футболисту. Да, это правда. Куда я сюда пришел, меня очень удивило, что здесь все делается общим таким манером. Даже тот тренер, который был до меня. Тот тренер, который заставлял, например, всех абсолютно одинаковое количество препятствий перепрыгать. Я все время спрашивал себя. Не тот же самый игрок Дрогба и Станович. Поэтому нужны разные тренировки всем. Поэтому для каждого игрока я приготовил на самом деле специфический индивидуальный план физической подготовки чтобы потом он очень хорошо мог работать над тактическим аспектом. Даже если 20 человек в команде, каждому написать, то у вас весь день получается между тренировками. А бывает, что две тренировки в день вы целый день должны эти планы составлять. Да, с тех пор, когда я здесь сплю очень мало. Я думаю, что если я молодой тренер, 32-летний, то я, наверное, самая лучшая в отношении терпения и той любви к футболу, какая у меня есть. Это поразительная работоспособность на самом деле. Как вы считаете, есть, наверное, модель, которую вы видите, хотите видеть футбол в исполнении своих футболистов. И на какой стадии? Понятно, что вы очень мало работаете в команде, что требовать от вас уже стопроцентного какого-то той модели игры, которую вы добиваетесь, еще неправильно. Сколько вы считаете? Вот есть, не знаю, Лобановского знаете, такого тренера, советский известный тренер? Лобановский, техника, да. Вот он говорил, чтобы собрать команду, ему нужно три года. Сейчас, наверное, это все-таки непозволительная роскошь давать тренеру три года. В Европе не так много таких примеров. Моя модель очень простая. День за днем, год за годом просто расти, и это не имеет предела. Если год только у нас есть, то будет расти год. Если я 5 лет, то будет расти 5 лет. Но главное, что нет лимита. Просто нет предела. Сейчас, насколько шериф играет в тот футбол, который вы хотите от него? Сейчас не доходит до 50%. Сейчас. То есть те игроки, которые по каким-то причинам не заиграли, ну, бывает разное. Адаптация, трудно ему без семьи, у одного одни проблемы, у другого другого. То есть вы каждому готовы дать какое-то время для того, чтобы он показал то, на что он способен? Да, это на самом деле и есть спорт. Я когда приехал сюда, я поговорил с руководством. Как я понимаю жизнь, если ты даешь любовь какому-то человеку, то он 100% тебе вернет. Если ты навязываешь, если ты приказываешь, если этот человек не чувствует себя любимым, то он не сможет отдать тебе тоже все. А есть какой-то из ваших футболистов, который, можно сказать, уже по прошествии трех месяцев вас разочаровал и вы не видите его в дальнейшем в команде? Маски? Это одна pregunta. Очень хорошая. Это для рекламы. Да, есть некоторые игроки, которые меня разочаровывают как тренера. Потому что они не отдаются на 100%. Я не знаю, это из-за личных проблем. Потому что они чувствуются счастливыми, например, в Шерифе. Или, может, потому что они понимают то, что я не хочу в игре. И в том, например, как в раздевалке должно все происходить. Но я, пока они являются игроками Шерифа, я буду работать с ними. Потому что это игроки из состава команды, из команды. Понятно, что для вас главное контроль мяча. То есть это латинский футбол. Какая схема вам ближе? Исходя из того, что вы сказали про школу Гвардиолы, и что иногда Барселона играет даже без нападающих. То есть у вас может сложиться так, что не обязательно будет один центральный нападающий, не обязательно два. Но мне, например, интересно, схема, которой вы больше придерживаетесь, она какая? 4-5-1, 4-3-3. С двумя нижними опорными, с удвоенным, утроенным центром. Кому ты кроешься? Я думаю, что эта вопроса мне нравится. Вот это вам больше нравится вопрос. Я не верю в схемы игры. Ни 4-4-2, ни 4-3-3. Ни 4-4-2 и так далее. Я не верю в эти схемы. Ни 5-4-1. Ни в 5-4-1 и так далее. Когда мы смотрим какой-нибудь матч, посмотри, где находится мяч. Посмотри, где находится мяч. Смотри, что происходит вокруг него. Это три против двух, например. Два против одного. Один против одного. Это футбол. Ситуации. Игровые ситуации. Которые надо решать, превозмогать. Играть по другой схеме. Леонид Станиславович Кучук был такой тренер в шерифе. Как-то мне в приватной беседе говорил о том, что в футболе важно, чтобы команда всем составом атаковала. Ну, кроме вратаря, конечно. И всем составом оборонялась. То есть абсолютно все игроки, вне зависимости от позиции, должны, если команда атакует, атаковать. Если команда защищается, соответственно, защищаться, участвовать в отборе. То есть, насколько я понимаю, вы придерживаетесь той же тактики, и спокойно нападающий у вас может сыграть на месте защитник. Ирия у на линия cercана. Да, примерно одинаковая линия, да. Но с этими оттенками. Когда идет атака. В игре надо понимать, как атаковать. И когда защищаемся. Все должны понимать, как защищаться. Хорошо. Очень часто, вот из того, что я заметил, да, с трибуны, нужно учитывать еще и то, что, конечно же, я не тренер, но мне просто интересно, я думаю, телезрителям тоже, почему крайние полузащитники, Рикординио, Луванор, или кто их заменяет по ИРЛ, очень мало играют по створу, если атака идет с противоположного фланга. То есть, например, Рикординио мало играет по створу, когда атака идет лево от Луванора, идет подача. Очень часто получается, что кроме Джулиэма или другого центрального нападающего, просто некому замыкать. Да, это правда, что в последних матчах они мало участвовали в атаках. Больше я заботился о том, чтобы игроки помогали Болеме и Пае в защитных задачах. Мое намерение в команде чтобы первым защитником был Джулиан. Поэтому, если Джулиан, Каду какую-то ошибку в прессинге допускают, то они провоцируют то, что Луванор и Рикординио должны делать уже защитные функции. Например, в последнем матче Лиги Фернандо, на последних минутах допустил тактическую ошибку, потерял мяч и нас провоцирует в последних минутах и в последних минутах создал нам сам трудную и сложную ситуацию. Поэтому я пытаюсь тренировать в тактическом аспекте. Потому что, если происходит такая ситуация, что-то случается, какой бы то ни был игрок, атаканте или медиокамписта, нападающий или полузащитник, акудая с гарантией успеха в защите. Вы довольны тем, что показывает Болема на месте правого защитника? Болема, для меня, по моему мнению, Болема — это атакующий игрок. Но все знают, что у нас есть проблемы с защитой. Если вы обратили внимание, то большая проблема, какая у меня была, что я постоянно менял защиту. Не было постоянно. Мне было очень сложно найти, чтобы четыре человека могут быть регulares, могут начать игру в атаке, и, sobre todo, понимать друг друга с полузащитниками различные игровые ситуации. Болема мне помогал. Но сейчас приехал Мэгги, я надеюсь, что Болема выйдет опять на свою позицию нападающего. Но у него там есть очень сильный конкурент Рикордини. Это отлично для Рикордини. Для Рикордини или для Болема? Для Рикордини или Болема? Я думаю, что Болема много показал в течение семи лет. И сейчас уже очередь Рикордини показать, что он может. Вильям на позиции опорного полузащитника. Это был эксперимент. Понятно, что это вынужденная мера, это разовая, или будете такое пробовать еще? Но я не могу сказать, что нет, что больше не будет этого. Вам не понравилось, как он сыграл? Он очень хорошо выполнил эту работу, которую я приказал, которую просил от меня. Я чувствую себя гордым за то, какую работу защитную выполнил. Но Вильям не может начинать игру. Поэтому, если я хочу, чтобы мяч был у моей команды, не могу заставлять Вильяма, чтобы он делал что-то другое. Тот лимит, который у нас в чемпионате в Молдавии существует, для вас это большая проблема сейчас? Нет, я очень доволен некоторыми игроками, например, как в Фурду. Я думаю, что это вот такие игроки, которые могут научиться многому иностранному игроку, от лигоняров. И для меня это была бы мечта большая, чтобы в Лиге Европы играло большое количество молдавских футболистов. То, что... Знак того, что я хорошо с ними контактирую, и, кроме того, это было бы здорово для молдавского футбола. И, тем не менее, в европейских матчах у вас молдавских игроков почти не было. Паченко на замену выходил, а в основном все легионеры, где нет лимита. Да, это правда. Мы в сложной ситуации, и я больше рассчитываю на игроков иностранных, на легионеров. Но я считаю, что понемножку мы будем вводить изменить. Не потому, что я считаю, что это лучше или худше, в Лиге. Сильно, simplemente, что если игрок играет 90 минут в матче в Лиге, то играть 90 минут в Лиге Европе это сложно. И, по моему мнению, я часто говорил за игроков, которые, Фернандо Ле Каду, чтобы они играли 90 минут в Лиге Европе, это не национальный чемпионат. И я это сделал на уровне опыта, которые могут принести что-то еще в команду. Я уверен, что постепенно игроки как Фордуй, Фалик, Пайриел и даже Пайриел будут в основном составе, смогут играть 90 минут в Лигах Европы. Мне приятно вспомнить ситуацию, когда пришел Луис Ван Гал, играли 12 голландских игроков. И мы каталанцы были вне всего. Но я думаю, что мы были готовы, что мы научились многому от них. И когда прошло 6 лет, solo queda вера Чави и Ниеста, остались Чави и Ниеста, которые встали в группу titular, и что логландские уничтожили. Это был хороший пример для нас. Каду, Фернандо, Клубанор, Рикардино, которые сейчас внести свое в клуб, чтобы молодые от них научились, и потом они, чтобы защищали уже клуб. Ну и у Венгера играли, там тоже наполовину сборная Франции. Так получается, что вы в основном играете, не играете, а работаете в таких мультикультурных клубах. Да, да, это было очень круто. Правда, даже когда я был брать таких строгий в зерно Англии, у нас были почти все националисты, кроме ангельсиана, в ключах. Такие вот вещи в жизни бывают. Давайте поговорим чуть о местном чемпионате, учитывая, что команда вернулась на первое место, но сказать, что чувствует себя спокойно, наверное, нет. Какой из сыгранных матч именно в чемпионате был для вас самый сложный? Для меня самый важный был матч против Рапида. Мы подошли с двумя поражениями против Загреб и верили и опять проиграли в Загреб. Прошла динамика очень негативная и приехала команда достаточно сильная, как мы увидели. Для меня был очень тяжелый момент, когда Мирал не забил пенальти. Знал, что эти три очка, что было очень важно забить. И после этого незабитого пенальти, Мирал, очень много прошло в голове всякого. Но думаю, что доверие и любовь к футболу, которая у нас есть, помогла забить нам счастливый гол. И гол Каду нас всех поднял. Носокол мидо. Убрал у нас страх. Умидо, который зашел внутрь после стольких поражений. Вы можете сказать, что Шериф намного выше классом, чем остальные команды Лиги? Я думаю, что все команды всегда на одном уровне. Все играем одиннадцать против одиннадцать. Все у нас девяносто минут. И 7 дней до тренировки. Когда начинается матч, если на самом деле мы более высокого уровня, то мы должны это показать просто. Поэтому день за днем, минута за минутой, мы должны работать чтобы увидеть, насколько на самом деле мы выше, чем остальные. Я не поверю, например, что готовясь к матчу с Дачей, точно так же, как вы работали в Барселоне, готовясь к матчу к Реалу, это не было особой подготовкой и не было особое чувство, что вам предстоит, например, матч с Дачей в Молдавии, ну, как, например, матч с Реалом в Испании. Да, даже сейчас, когда мы готовимся к матчу с Академии, мы работаем, готовимся так же или даже сильнее. Я думаю, что это большая ошибка в тренировочном процессе. Люди думают, вот это легкий матч, я более легко буду тренироваться, а вот будет тяжелый уже матч, это сложный, да, буду тренироваться посильнее. Для меня это ошибка. Надо все время работать сильно чтобы быстро найти наш предел и попытаться его превратить. Не буду отрицать что если я могу забить 9 голов в Академии, то мы забьем 9 голов в Академии. Если 5 можем забить дачи и забьем 5 дачи, это те самые вещи, о которых я спорил с моим тренерским составом. Я все-таки никогда не поверю вам, что готовясь к матчу с Академией, вы не держите в уме предстоящий матч с Анжи, который будет через 3 дня буквально после игры с Академией и вы не понимаете, что есть футболисты, которым нужно отдохнуть, потому что матч с Анжи будет совершенно другой и там будет другая самоотдача и другая атмосфера на стадионе, это тоже нужно признать и придет полный стадион и будет команду поддерживать и выступить плохо в матче с Анжи, вы просто не имеете прав. Я бы пригласил вас, чтобы вы посмотрели, как я работаю. С удовольствием. Вы бы видели, что у меня все время одна и та же линия работы. Конечно, игроки бывают больше мотивированы против Анжи, чем против Академии. Для меня тоже не все равно, не одно и то же или идти на поле против Анжи Кроме того, разница между плохой командой и хорошей командой именно в этом. Те, которые команды готовятся только для важных матчей, это неправильно. Если мы в понедельник стоим для того, чтобы подготовиться на неделю. Никто этого не делает. Все мы ждем. Понедельник, вторник, среда и так далее, день за днем. Если у вас в четверг игра с Анжи, а в воскресенье, например, матч с Академией, не будет у вас, не возникнет такая мысль Каду, например, посадить на скамейку, дать отдохнуть лидеров. Потому что, возьмем тот же матч с Ваеводиной, Луванор получает дисквалификацию и Каду. Нет двух ключевых игроков, которые во многом не то чтобы делают игру, но были в отличной форме. И в любом случае, наверное, у любого тренера возникает сразу же мысль о ротации. Благо, вот как считаете, у вас есть, эта скамейка позволяет на внутренний чемпионат больше заявлять молодых наших игроков, выставлять в основу, а лидерам, может быть, отдохнуть. Да, конечно, мы всегда стараемся беречь, во-первых, всех игроков. И я стараюсь хорошо прочитать каждую игру. Я, например, вижу ошибку, которую совершил в матче против Дачи. Фернандо пришел после матча своего Одина в физическом состоянии, очень истощенном против Дачи. И последние пять минут против Дачи очень важные. Я решил ввести его в игру. Это моя ошибка была. Потому что надо время, чтобы восстановиться игроку. Поэтому я должен быть очень умным, чтобы знать, на сколько времени я смогу запустить каждого игрока. Чтобы они были в хорошем состоянии, в физическом форме, чтобы участвовать в играх. Тут больной вопрос. У меня про Фернандо я не могу спросить. Говорят, что когда он пришел, шериф не в самой лучшей форме находился. Я имею в виду физическую проблему с лишним весом. Вроде бы были сейчас это все позади уже. Да, сейчас он находится в идеале. Да, сейчас у него уже идеальный вес. Он сам чувствуется намного лучше. И видно, как участвует в матчах. Да, не забивая, конечно. И Марка. На какой, кстати, позиции вам больше нравится Фернандо? На позиции опорного нижнего полузащитника или на позиции, на которой он играл в матче с Ваеводиной в ответном? Я думаю, что больше всего опорный атакующего плана. В защите у нас есть большой такой боец, как Коби. И Фурдуй, молдавский парень. Который, по моему мнению, классный уровень показывает. И который для меня создает большую проблему. Вы слышали, кстати, овацию, которую публика в матче с Ваеводиной устроила Коби Майалю, когда вы его заменили? Это был его, кстати, первый домашний матч за команду. Вы ожидали такого приема? Да, я очень внимательен ко многим вещам во время игры. И мне очень понравились эти аплодисменты. Мне очень нравится, когда люди кричат «шериф». Когда они поддерживают. В матче с Ваеводиной, например. Нас маркали на минуту 90. Кедали 4 минуты. И были 4 минуты. И когда люди активировали. Очень важно. Потому что вот этот дух, это... Эта fuerza, además... Вдохновение, это сила других... ...пара aguantar. ...и дает тебе силу для того, чтобы... ...выдержать все. Поэтому я думаю, что не только тренеры и игроки должны чувствовать себя счастливыми. Сильно, но и болельщики. Потому что они точно что составляют часть команды. И даже гораздо более важные, чем мы. Мы приходим и уходим. Это рынок. Они всегда будут здесь. Это история. Вы себя тоже очень эксцентрично ведете. Обычно нам непривычно. Для испанских тренеров, наверное, это нормальное явление. Но для нас несколько необычного. Вы, наверное, уже ни раз, ни два об этом говорили. Да? Я думаю, что вы тоже должны смотреть на Клопа из Боруссии. Думаю, что он похож на Клопа из Боруссии. Да, это правда. Но, пожалуйста, приходите на мою тренировку. И я там еще хуже. Нет, мне просто... Вот вы пришли, когда сегодня к нам гостю. По пути, как мы шли в студию, вы создаете впечатление очень такого скромного и спокойного молодого человека. Да? Вот где вы настоящий? Я очень простой человек. Нет никаких больших претензий ни в экономическом, ни в материальном плане. Я очень спокойный человек, когда я дома, когда я с моими друзьями. Но правда, что ответственность моей работы очень сильный ответ, да, вы знаете? Очень агрессивный. Очень агрессивный. De bien dicho. В хорошем смысле. Me exijo a mí lo máximo. Я от меня самого требую максимум. Y los que están conmigo también. Y a тех, которые со мной тоже. Porque es mi pasión. Es mi sueño, desde que prácticamente chuté un primer ballon. Y un sueño, lucha al máximo. Y mi мечta, это бороться al máximo. Y nunca lo cumples. Y si no te lo boras al máximo, nunca lo cumples. Ok, тогда скажите мне, как связываются ваши слова, которые вы сказали после матча с Воеводиной, что вы хотите сильные команды, но в то же время этот групповой этап будет своеобразным путем, скажем так, к следующему году, когда команде предстоит сыграть опять в квалификации Лиги Чемпионов и вы ставите цель. Вот через этот групповой этап Лиги Европы сделать команду, которая могла бы попасть в групповой этап Лиги Европы. Какие у вас цели на этот групповой этап? La Лига Европы tiene que дarnos mucha experiencia. Лига Европы должна дать нам большой опыт. Para el año que viene, intentar el asalto a la fase de grupos de Champions League. Чтобы дать нам, в следующий год, сделать хороший прыжок в групповой этап Лиги Европы. Это моя личная цель, не буду это скрывать. Y creo que te mentirían los entrenadores si te dicen que con hacerlo bien, ya está bien. Что если бы сказали, ну, сделал хорошо, все, и хватит. Porque un deportista que solo sale a hacerlo bien no consiguió nada. Hay que salir a ganar. Надо выигрывать. Yo contra el Angie, como si quisiera ganar la Europa League. Y yo Sanji, como si quisiera ganar la Europa League. Luego habrán condiciones. Y будут условия. situaciones del juego. Игровые ситуации. Que me dirán, Juan, estás aquí. Которые мне скажут, Juan, ты здесь. Tienes que mejorar esto. Ты должен улучшить вот это. Tienes que corregir esto. Исправить вот это. O tienes que aprender de esto. Или должен вот этому научиться. Así que yo lo que más espero de estos seis partidos. Y чего yo lo que más espero de estos seis partidos. Es coger mucha experiencia. Es coger mucha experiencia. Para que el año que viene. Para que el año que viene. Si todo continúa. 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 Y ganamos la liga. Hacer el asalto por primera vez en la historia. Y llegar a la fase de grupos de la Champions League. Y dojrían a la fase de grupos de la Champions League. Но при этом этой осенью в каждом матче для вас будет важен результат. Я правильно вас понимаю. Завтра у нас, например, товарищеский матч. И я буду злиться, если мы не выиграем там. Я хочу соревноваться. Если бы нет, то не был бы в командах таких, да? То есть вы очень расстраиваетесь. Как вы не умеете проигрывать. Нет, не нравится. После Загреба, не буду врать, что я был в своей комнате и от злости плакал. Это была возможность для клуба. Это была возможность хорошая для игроков. И я плохо это сделал. Я не добился той цели, которую хотел добиться. И, кроме того, мы приехали домой. У нас травмирован Марко. Потеряли на 10-й минуте мяч. И нас забивают гол. Внутри у меня было совсем плохо. Я боюсь даже представить, как вы тогда празднуете, будучи таким эмоциональным. Не, 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 это феста. Ты удивишься, когда это с моими друзьями. И нас садимся на диван. Играем там, короче. Я должен выигрывать. У бразильцев есть еще такая национальная черта. Вы тоже, я уверен, конечно, отлично знаете. И готовы ли к ней? Они в какой-то определенный момент начинают очень сильно скучать по родине. И это сказывается часто, к сожалению, на их игре. Да, отражается, правда. Я думаю, что, кроме того, когда находишься далеко от твоей страны, от твоей семьи, есть моменты, даже если ты очень счастлив, ты скучаешь, естественно, по всему, что ставишь. Я в этом отношении достаточно близко себя чувствую к ним. Потому что я очень далеко. И, кроме того, что мне не могу нормально разговаривать с людьми, потому что русский, проблема. И я знаю, что для них это очень тяжело. Трудно сказать. Поэтому я часто пытался им объяснить, что важно мне быть не диктатором, а тем тренером, который любовь им дает. Потому что если они чувствуют себя любимыми, по крайней мере, тренером, они будут отдаваться команде игре. Окей, давайте потихонечку будем закругляться, потому что, к сожалению, время не резиновое, хотя очень интересно вести с вами беседу. На самом деле есть много о чем еще поговорить, но, к сожалению, time is money, как говорят. Какой процент времени занимает за 24 часа одного дня ваше личное время? Где-то с 11 до часа, до 12 разговариваю с семьей, с друзьями. И полтора часа, чтобы могу себе позволить побегать. И сходить в тренажерный зал. Все остальное, любовь к моей жизни, футбол. Тогда смею поинтересоваться, вы хоть город видели? Да, и скажу почему. Мне дали машину и я потерялся. Поэтому нужно узнавать город. У меня почти пустым два часа, и я все проехал. Машина без регистратора, как я понимаю, да? Или как это называется? Навигатор, да? Без навигатора. Ну, вы, наверное, первый человек за лет 10, наверное, который умудрился потеряться в Тирасполе. Ну, я это сделал. Я, без этого, это сделал. Как вы привыкаете к местной еде? Ну, я, честно говоря, не... Не придирчивое к еде, да? Не переборчивое такое. То же самое. Макароны, рис и так далее достаточно. Я не усложняю себе жизнь в этом отношении. А насколько сильно отличается испанское от местной? Да, в Испании много времени дается приготовлению. И очень украшенные. Там украшенные подаются, чтобы красиво было. Будем, да, будем заканчивать, потому что и так мы сегодня у нас и матч молодежных сборных был. И вот теперь с тренером пообщались много футбола на ТСВ. Спасибо вам, что нашли время. Насколько мы знаем, у вас тренировка. Ну, мы работаем с передачей для телезрителей, говорю, записываем, естественно, потому что не успели бы мы физически после футбола в студию прийти и здесь для вас поработать. А сразу же после передачи у вас, после программы, по-моему, через несколько минут уже тренировка начинается, да? Да, да, да. Ну, вам, естественно, на нее опаздывать нельзя, или вы сами себя оштрафуете, если я понял. Жигар Тарде, ты вас обультар, а ты mismo? Да, конечно. Да, я один день такой сделал. И пагалил 30 долларов, потому что мне звонил в ресторане. У меня зазвенел телефон в раздевалке, и я заплатил 30 долларов штрафа. Конечно. Сам эту систему выдумал, я заплатил. Я часть команды. Я должен подавать пример, которому они будут следовать. Я думаю, что это отличный показатель, на самом деле. Мы пожелаем вам удачи, потому что мы все, естественно, пристально следим за вашей работой. И напрямую настроение наших болельщиков тоже от этого зависит. В любом случае, спасибо за то, что вы принесли, наверное, в наш футбол уже что-то новое, потому что за вами просто даже в течение матчей отдельно даже любопытно наблюдать. И, опять же, вот эти новые методики, я не знаю, как для бразильцев, но для наших молодых игроков, я уверен, что это будет очень полезно. Я благодарю вас за прекрасную возможность быть здесь. И хочу поблагодарить за внимание всех людей, которые мне оказывают это внимание с тех пор, как я сюда приехал. И которые мне сумели показать, что очень часто язык это вообще не препятствие. Когда люди хотят понимать друг друга, они понимают. Спасибо большое. Болейте за шериф, тем более, что шериф, я думаю, того-то заслуживает. Еще раз доказал этим летом. Увидимся в следующий вторник. До свидания. Да, ну а в эти выходные тур, так что не забывайте, расписание, наверное, все знаете. Увидимся в следующий вторник. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok